привет мужики так он стоит если видно но мы же не доехал я выехал наверх и там он бросил я живу самом верху не знаю камера передаст передаст или нет в общем утром было позавчера поза до позавчера утром было минус минус 25 у нас в общем начал заводить я живу пропало у меня давление масло вот решил сразу записать а то и дядя саша кружок агроземледелие и как не сниму этот ролик обещал про давление масла но прежде чем начнем мы говорить про давление масла сейчас вам расскажу немного стоит отца таракан 93 года выпуска хундай hyundai или как там правильно короче ландра он называется не эландра ландра вот он тут простоял после смерти отца вот он умер 28 июля сегодня уже 20 до 20 сегодня января поставил аккумулятор другой жиги как молодая с полтычка вот ну и вот ребята вот это вот она не лючая вся гнилая гнилая машине уже извините меня больше двадцати лет и она не лючая вся трендец но она такая мягкая прикольная я вот решил ее мужики в память об отце восстановить поварим покрасим салон все это продается салон где-то весь лежит надо все собирать будет но я там по набрасывал уже разной гадости так вот про давление масла что я вот это вот запустил в общем пропало у меня на жиге давление масла не знаю будем идти не не будем идти туда он она стоит бедолага пропало давление масла не мог найти как не мог найти ну нету давление масла самая распространенная можно так сказать проблема на жиге это облизывают грибковая шестерня там облизывают шлицы либо на ней либо на приводе масляного насоса купил мне купили попросил привезли масляный насос то есть масляного на это грибковую шестерню с ними с ними стойки она намного длиннее и больше поставил насос вращается все вращается выкрутил давление датчика датчик давления масла масло вообще и не шевелится даже не капает оттуда ну значит оплы где-то что-то обрезала масляном насосе вот и про саму историю продавление масла кстати подключил я уже под лопату выходы масляные под под лопату осталось мне только все повесил осталось только сделать под цилиндр прицепное вот рассказываю можно так сказать можно анекдоты знаете да откуда берутся анекдоты анекдоты берутся жизни работаю одно время на мусоровозе мусоровоз классная была работа если кто-то сейчас начнет плеваться за мусоровоз поверьте мне там люди работают далеко не бедный ну то есть далеко не бедствует раньше сейчас уже прикрутили все вот и работал со мной паренек александр если увидит большой пример привет ему саша грузчик был со мной сейчас на европу фуры таскают вот как меняется жизнь и он горит есть право все ездили тут хочу водителем быть не хочу быть грузчиком ну пошел он к механику я там наставление пару штук дал пошел тоже к механику говорю пусть хлопец пробует работать далее ему минимаз далее мы минимаз зубренок задней загрузкой все поехал пацан ну подходил по сценам что-то спрашивал там что-то то 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 а что там то а что то если что-то поломается естественно я подсказывал потому что паренек очень хороший молодец семья многодетная там 7 детей у него 7 или 8 молодец короче пацан классный вот и в один прекрасный момент он ко мне подходит и говорит тёмыч он меня тёмычом называл тёмыч такой вот фигня завожу машину пришел завожу машину давление лампочка давления тухнет стрелка подымается и где-то секунды через три она просто год падает и загорается лампочка давления масло я масло смотрел смотрел масло есть горит есть все город больше чем полуровня блин ну говорю не знаю тогда может сам датчик выделываются и рюмой иди механику у него есть на прямую такой вкручивается в блок сразу датчик с этим есть там наборчик иди к нему и рюк он проверит давление в общем подходит он механику механик горит андрюха горит ты масло смотрел смотрел сколько полуровня пошли еще раз посмотрим на смотри достает щуп да блин есть полуровня йохан и бабай но подымай кабину подымает кабину закручу датчик запускай это прошло машина постояла где-то в районе минут сорока запускай запускает та же самая история давление стрелочка подпрыгнула и упала нафиг извиняюсь я приболел в общем заезжай на яму наверно масляному насосу гоплык загоняет на яму вас залазят слесаря под машину снимать поддон ставят большое корыто под слив масла сашок тоже залазит на в яму и помогать они откручивают пробки оттуда вытекает ровно три с половиной там три-четыре литра масла саша как человек неопытный рит во блин горит от тут тут говорит что в мази горит меньше чем жигулях масло в поддоне пацаны такие стоят горят а вообще-то нет горит вообще-то 17 литров зубрёнки примерно горит они были на он стоит ну как у меня же полу уровня они берут достают не знаю кто знает как в мазе меряется масло там длинный щуп через он такое как на тросику типа сделанной так и пружинистый и вот он там длинный так заходят спереди идет в блок но на город уже масло слитая риты диме рей опять масло он меряет опять масло масло а они подходят и говорят еще раз мере он еще раз вытирают щуп еще раз мере достает масло полуровня а шо он делает он когда щуп залазит когда вылазит он трется об стенку этой трубки она в масле и остается масло но масло остается только с одной стороны с верхней стороны стоит которую он вытаскивает он сразу вытаскивает щуп смотрит у так есть масло а когда щупа так переворачиваешь а там нет масла и так вот бедный мазик ездил 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 пока у него уже масло не закончилось почему дергалась стрелка потому что забора немного хватало масло он качнет давань от все масло закончилось давление упало вот такая вот история она может не так смешно выглядит и интересно когда рассказываю я ее ну если бы просто вы присутствовали в тот момент когда слесаря откручивали пробку и видели пить его лицо слесарей механика и всех этих чуваков это было просто жесть я там честно сказать я смеялся очень долго там пол гаража потом ходи ходили его прикалывались ты масло проверил ты масло проверил но такая вот маленькая смешная история а хундайчик этот вообще прекрасный я вам скажу ребята чтобы вы понимали мы раньше держали по 40 по 50 голов свиней у нас не было ни газели у нас не было ничего у нас была вот эта вот машина она возила я не знаю вы можете мне не верить но тогда интернета не было такого от ютуба не было телефоны были без камер эти камеры не этот вот вот этот вот хундай влазит 30 мешков отрубей 30 мешков причем легко он возил 30 мешков раз в неделю регулярно я вам так скажу да он загнил капитально надо ходовку делать загнил капитально двигатель митсубиси стоит его родной гильзованный завода коленвал когда мы капиталили двигатель коленвал отвезли на шлифовку мастер сказал говорит не будем даже шлифовать коленвал отличный подобрал нам вкладыши и сказал горит его не надо шлифовать там даже еще и были где-то этот на коленвале иероглифы короче он классный он говорит я сейчас шлифану цементация немножко уже будет другая не надо и коленвал вообще бомба двигатель чтобы вы понимали когда мы поехали его делать двигатель первый раз плохо она уже заводилась в общем заводилась она плохо от того что на одном поршне даже не было уже колец они высыпались просто и она ездила двигатель вроде сделали но есть тут я не знаю мужики есть одна маленькая погрешность иногда пробивает прокладку пробивает не часто но раз пятилетку бывает пробивает прокладку здесь может быть грелась она не знаю грелась не грелась при мне она не грелась может при отце грелась может предыдущий хозяева угрелась но машина очень надежная будем будем ее капитале не знаю кому интересно буду про нее дальше снимать если кому-то будет интересно вообще участие моё моем участие в ее жизни как-то так что ты зараза делаешь а ну козел